8 лет с конфискацией. Такой приговор вынесли сегодня антимайдановцу Игнату Крамскому, больше известному по позывному ТАПАС. Решение принял Киевский райсуд Харькова. Впрочем, сидеть за решеткой так долго ему на самом деле не придется. Почему, объяснит Светлана Шакера. Игната Крамского заводят в зал суда для оглашения приговора. Это он, больше известный по позывному ТАПАС, весной 2014-го просил ввести в Харьков войска. Я прошу Владимира Владимировича, чтобы он оказал нам помощь. Я не прошу дать нам оружие. Введите хотя бы войска, чтобы они защитили нас. Так как вы защитили Абхазию и Осетию. А вот в марте того же 2014-го Крамской ТАПАС выводит из здания Харьковской обл. администрации евромайдановцев, ставит на колени и избивает. С апреля 2014-го Крамской в СИЗО. Его обвиняют по трем статьям. Посягательство на территориальную целостность, участие в массовых беспорядках и незаконное завладение автомобилем. Сегодня Крамской ТАПАС с обвинениями не соглашается. Никакого захвата не было. А людей ты не выводил? Выводил. На площадь? Не бил никого? Вообще никого? Ты меня лично выводил оттуда 1 марта. Но на каком основании ты это делаешь? На основании того, что люди захватили это здание... Кто захватил? Представители Майдана. Так называемые. Судья зачитывает приговор. Призначить Крамскому, Игнату Владимировичу, покарание в выгляде восьмерок, позбавление воли, сконфискации, всего належного воли на правивластности майна. Кроме того, Крамской должен заплатить 18,5 тысяч гривен судебных издержек и почти 719 тысяч за ущерб, нанесенный зданию обл. администрации. В прокуратуре приговор называют слишком мягким. За нашими подрахунками, если использовать так называемый закон Савченко, ему остается отбывать покарание где-то близко двух лет. Людина не раскаялась, не вызнала свои вины, считает себя правой. Сам подсудимый говорит, будет подавать апелляцию. И признается, ему предлагали участвовать в обмене пленными. Но жизни в Ордло он предпочел украинскую тюрьму.